Улица Крылова. Ее расширяют одновременно с улицы Ленина, от заправки в микрорайоне 3Б до станции скорой помощи. Это необходимо, чтобы было удобнее добираться в центр и обратно из новых и перспективных городских микрорайонов. Кроме дополнительных 4 метров для транспорта, здесь предусмотрена пешеходная зона и аллея. Ее высадят в рамках акции, объявленной главой муниципалитета. Тем временем инициативу поддержали местные жители. Мы делаем уширение сегодня дороги по Крылова. Вот в плане благоустройства, Анжела Анатольевна, светильники у нас есть, тротуар готов. Здесь делаем озеленение. Но вот эти гаражи, которые стоят, хорошего вида у них нет. Очевидно, надо будет отгораживаться вот здесь от них и закрыть эти гаражи. Ну, я бы хотел, чтобы максимально быстро, вот до Нового года около 400 деревьев высаживаем. Программа у нас эта работает по озеленению города. Я думаю, что надо вот так вот пойти, потому что вот провода здесь, вот так вот пойдем и посадим деревья. И будет анормально. Это полоса не для парковки машин, это полоса для движения. Поставить знаки, запрещающие здесь парковку машин. Вот до того, чтобы эвакуаторы их уходят. Потому что в час пик тут не проедешь. По Ленина мы там расширяем, еще делаем, чтобы тут никаких машин не было. Хорошо, Юрий Зодорович, обязательно. Юрий Поляков поручил выделить активистам саженцы повзрослее, чтобы они лучше прижились. А также не пришлось ждать еще 5-7 лет, пока деревца подрастут. В свою очередь, жители пообещали за ними ухаживать. В дальнейшем, если будет проводиться озеленение за счет муниципалитета, деревья, высаженные жителями, будут аккуратно пересаживать. Здесь будут и горки, и качели. Здесь все будет. Заместитель главы Анжелика Бузунова рассказывает о ходе работ в сквере «Строитель». Это точка притяжения для жителей всего 12 микрорайона. Общую концепцию оставили неизменной. Добавятся игровые площадки для самых юных жителей и тех, кто постарше. А также тренажерные комплексы. На месте старого футбольного поля – спортивная площадка. Работы ведутся в рамках программы «Комфортная городская среда». Параллельно идет благоустройство в шести дворах. Завершить строительство планируют к 1 декабря текущего года. Ольга Светличная живет во втором доме по улице Чехова. Во дворе уложили новый асфальт, сделали бордюры, оформили зоны отдыха и газоны. Мы рады, как говорится. Это приятная новость для нас. Довольно-таки хорошо, быстро, работают, смотрю без выходных. Вообще все прекрасно. По поручению главы курорта идет благоустройство так называемых народных троп. На одном из таких объектов, на улице Ивана Голубца, свежий асфальт. Работа в данном направлении будет продолжаться. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.